Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как не страдать от одиночества? К сожалению, в современном мире люди чрезвычайно разобщены и очень часто ощущают одиночество, ощущают оставленность со стороны других людей. И это тенденция. Все больше и больше разобщения и все больше и больше одиночества в мире, в котором мы живем. И как мы можем противостоять этому? Что мы можем сделать, когда вот это чувство одиночества накатывает на нас? Прежде всего, конечно, молиться. Потому что мы называем Бога вездесущим. Нет такого места, нет такого состояния, из которого мы не могли бы обратиться к Богу. А если мы обращаемся к Богу, то мы уже не одиноки. В Ветхом Завете есть такие слова. «Оставит ли мать грудное дитя свое? Может ли женщина забыть своего ребенка?» Но это какой-то исключительный случай. Это уж совсем какая-то жестокая женщина, преступница, которая родное дитя бросает. И вот Господь говорит, «Оставит ли мать грудное дитя свое? Ну, даже если и она оставит, я не оставлю тебя». И действительно, Господь никогда не оставляет нас. Поэтому прежде всего молиться. Кроме того, если позволяет здоровье и есть такие возможности, то нужно пытаться как-то преодолевать это положение одиночества. Нужно пойти в храм, в церковь, где человек уже не одинок, потому что в церкви существует некая приходская семья, община. Люди, которые каждое воскресенье, каждый праздник вместе собираются, славят Бога, молятся, совершают Евхаристию. И вот если быть прихожанином постоянным, если быть членом такой общины, такого прихода, то вот в этом одиночество преодолевается. Господь попускает нам разные скорбные обстоятельства, разные скорбные чувства переживать иногда. И одиночество переживали даже и святые люди. И даже царь, пророк и псалмопевец Давид говорит в 24-м псалме, «Призрены меня, помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». И он испытывал такое состояние. И Господь отвечал ему. И чувство одиночества проходило. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно», — говорит апостол Павел. И вот если утешаться надеждою, если молиться постоянно, если не отступать от этого, то тогда Господь дает и утешение, и понимание, что настоящего одиночества быть у нас не может, потому что Господь всегда с нами. Субтитры создавал DimaTorzok